МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одной из таких площадок может стать пешеходная зона отдыха в Верхнем городе. Здесь уже планируют организовать пленеры художников. А насладиться времяпровождением на этой площадке минчане и гости столицы смогут в каждые выходные вплоть до зимы. Больше, чем половина вузов республики, расположенной в городе Минске, это порядка 190 тысяч студентов. Сегодня многое делают студенты в городе. Это и студенческие отряды, это и волонтерская деятельность, это и была благотворительная деятельность. Очень важно заниматься не только профессиональным образованием, но и развивать свои личностные качества, то есть и саморазвитие, и вкладывать в университет, привносить какие-то идеи. А в Белорусском государственном медицинском университете сегодня обсуждали вопросы распределения трудоустройства и повышения престижа профессии. Будущие врачи на протяжении нескольких часов говорили с помощником президента Республики Беларусь, главным инспектором по Минску Александром Якобцоном об учебных буднях и участии молодежи в жизни города. В частности, представительные гости в строгих костюмах поддержали инициативу ребят по созданию собственного спортивного городка при университете. Безусловно, когда студент оканчивает высшее учебное заведение, получает первое место работы, куда он направляется, это ведь так называемая социальная страховка, это социальная поддержка и наличие института распределения также волнует студентов. Я в своей работе на всех должностях всегда особое внимание уделял молодым людям. С ними надо чаще и больше встречаться. При этом у нас такая сегодня группа, где есть и ветераны труда, и руководители разных уровней. Профи в своем деле. Около 30 лучших представителей столичной системы профтехобразования сегодня получили награду за кропотливый труд. Почетные грамоты и благодарности педагогам ведущих колледжей и лицеев вручил председатель Минградсполкома Андрей Шорец. Примечательно, что торжественная церемония награждения состояла в преддверии 75-летнего юбилея системы профессионально-технического образования столицы. Сегодня виновников торжества пришли поздравить ученики. В системе профессионально-технического образования я 15 лет. Я пришла с производства, я пришла с полиграфического предприятия, и я сегодня особенно горда, что мне вручают значок отличника печати Республики Беларусь. То есть я состоялась не только как преподаватель, но и как полиграфист. Мне кажется, я нашла себя. Вы знаете, я получаю удовольствие от работы, я получаю удовольствие от благодарных учеников. К нам в систему профессионально-технического образования приходят очень талантливые дети. Главное, что они любят и хотят делать руками. А ведь руками управляет голова. «Скажи наркотикам нет» — акция под таким девизом сегодня состоялась в 7-й гимназии Минска. Об опасности дурманящих веществ рассказали сотрудники таможенного комитета и кинологической службы. Гости поделились с ребятами тонкостями своей работы и привели статистику участившихся нарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропов. Только за 8 месяцев этого года таможенники пресекли почти 100 попыток ввоза этих запрещенных веществ в нашу страну. На примере видеоматериалов школьники смогли убедиться в серьезности проблемы распространения наркотиков и спайсов. А под занавес встреч раскрыли секреты работы кинологического отдела. «Нам просто рассказывали, как это вредно, как... Также собак, всем понравились очень собаки. Поэтому я считаю, что эта встреча была очень полезной». «Проблема распространения и потребления наркотиков особенно молодыми людьми стоит достаточно остро. Поэтому мы проводим такие профилактические мероприятия, особенно в школах, чтобы донести до молодых людей опасность этого явления». Мечты в реальность. В Минске стартовал прием заявок на участие в ярмарке инновационных идей 2015. Всем желающим надо лишь заполнить анкету на сайте Мингросполкома. При отборе проектов будет учитываться экономичность, новизна и потенциал самой разработки. Традиционно форум юных изобретателей пройдет в ноябре в городской ратуше. «Ярмарка инновационных идей будет проходить в этом году пятый раз. Как показал опыт предшествующих ярмарок, это довольно-таки эффективное мероприятие. В этом году мы планируем, конечно, большее количество участников, чем в предыдущие годы. Особенно мы приглашаем поучаствовать молодых людей, у которых есть уже какие-то наметившиеся инновационные идеи». Последние водные пайперы – это сегодня столичные фонтаны ушли в отпуск. Сразу после закрытия сезона столичные водометы начнут готовить к началу нового сезона. Так, в этом году начнут реставрировать самую старую водную скульптуру столицы «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере. По традиции, вновь водные феи реминские гейзеры удивят только в начале мая. Шорох листвы или шум дождя? Какого настроения ждать от уикенда, узнаем у главного специалиста по метеопрогнозам Дмитрия Рябова. В следующие выходные дни погода у нас существенно поменяется. Поэтому пока есть время, доставайте теплые вещи и не забывайте зонтики. В субботу ожидается у нас облачная погода, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем будет от 14 до 17 градусов тепла. И в воскресенье ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха. Уже ночная температура воздуха составит у нас плюс 8-10, днем всего лишь 11-13 градусов. И также ожидаются временами дожди. В начале следующей недели дождей будет немного поменьше, но продолжится понижение температуры воздуха. И уже к середине недели ночные часы в нашей столице температура воздуха будет составлять плюс 5-7 градусов. И дневная температура будет в пределах от плюс 10 до плюс 12 градусов. Несмотря на такую дождливую погоду, несмотря на то, что тепло заканчивается, я желаю всем солнечно-позитивного настроения, удачи и берегите себя. Со вкусом осени в грядущие выходные минчане снова смогут насладиться изобилием сезонных даров и запастись витаминной продукцией. Ярмарки выходного дня вновь состоятся с 9 до 16 часов на главной площадке у Чижовка-арены и в каждом административном районе Минска. На этот раз свежими овощами, мясной и молочной продукцией, рыбой, медой, а также кондитерскими изысками горожан порадуют сельхозпроизводители Минской области. Напомню, ярмарки выходного дня продлятся вплоть до 1 ноября. В эти выходные продолжаем радовать наших горожан осенними дарами. Удивлять всех будет Минская область. Активное участие примут производители мясомолочной промышленности Минской области. Также мы предполагаем, что будет еще большее количество участников. Также будет традиционная рыбная ярмарка. Можно будет попробовать вкусную уху. Приобрести на зиму разнообразный ассортимент овощей и фруктов. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии новостей, которые всегда рядом, работала Ирина Ромбальская. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова